Десногорск День открытых дверей в городском отделе полиции Мы планируем увеличить количество пользователей нашей продукции, выйти на международный рынок Доктор мебель – это производство специализированной мебели Такого проекта я хочу подчеркнуть, что это ноу-хау, нигде за рубежом нет На седьмом энергоблоке Нововоронежской АЭС устанавливают систему пассивного отвода тепла А теперь об этих и других событиях подробнее Уникальная Смоленская лаборатория бесплатно диагностирует генетические заболевания Генетики могут уточнить индивидуальные и семейные риски Вероятность появления у будущих детей тех или иных заболеваний В медико-генетическую лабораторию поступают данные со всей области В Смоленске находится делегация из Бурятии, чтобы перенять опыт по улучшению инвестиционного климата в регионе Гости встретились с представителями областного департамента инвестиционного развития И искали пути решения проблем, которые существуют в экономике Бурятии 18 июля в администрации прошло плановое оперативное совещание главы города С руководителями комитетов и муниципальных предприятий города Подробности в нашем сюжете Глава Андрей Шубин подвел итоги работы комитетов и муниципальных служб за прошедшую неделю И определил задачи на предстоящую Коммунальные службы города работают в штатном режиме Проводят ремонтные работы на тепловых сетях Готовят город к осенне-зимнему периоду Ветеринарная служба проводит бесплатную вакцинацию животных от бешенства ежедневно Глава города объявил, что начальник Десногорского управления по гражданской обороне И чрезвычайным ситуациям Игорь Медведев уходит на заслуженный отдых Поблагодарил его за многолетнюю службу и пожелал доброго здоровья 20 тонн белорусской говядины не прошли ветеринарный контроль на пункте пропуска Красная Горка Продукция находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии А температура, при которой происходила транспортировка, была на 8 градусов выше заявленной В минувшую субботу в Десногорском отделе МВД прошел День открытых дверей Все подробности прямо сейчас В настоящее время в МВД России по городу Десногорску Имеется некомплект личного состава в количестве 9 единиц Чтобы привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел И укомплектовать недостающие единицы, руководство отдела и решило провести День открытых дверей Все желающие, которые хотят и служить в органах внутренних дел А также поступать в наши учебные заведения Могут обратиться в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску Кабинет номер 31 Ко мне лично или к моим сотрудникам Добро пожаловать На службу в органы внутренних дел принимаются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет Несудимые и годные по состоянию здоровья Такие же требования предъявляются и для кандидатов на учебу Сейчас в отдел полиции Десногорска требуются сотрудники на должности младшего начальствующего состава В патрульно-постовую службу, изолятор временного содержания, а также участковые уполномоченные и оперуполномоченные уголовного розыска Шестилетняя модель Даша Костенкова из областного центра стала победительницей всероссийского конкурса, который проходил в Сочи В конкурсе красоты «Принцесса России-2017» участвовали девочки от 4 до 14 лет Победители будут представлять нашу страну на международных детских конкурсах и фестивалях С открытием новых производственных площадей Десногорск выходит из статуса моногорода А это значит, что наш город развивается и прирастает дополнительными рабочими местами О том, какое новое предприятие будет построено в Десногорске, мы расскажем в нашем сюжете 14 июля на территории многофункциональной деловой зоны Десногорска прошла церемония закладки капсулы времени на месте строительства производственно-логистического центра «Доктор мебель» Компания основана в 2010 году и является признанным лидером в производстве медицинской мебели Партнерская сеть располагается в 70 регионах России Компания постоянно растет и развивается На территории Десногорска на 45 гектарах будет построен производственный комплекс площадью более 5000 квадратных метров На торжественной церемонии закладки капсулы присутствовали учредители компании «Доктор мебель» Денис Соколенко, Юрий Якимов, Михаил Косилович Почетными гостями на торжестве были глава муниципального образования города Десногорск Андрей Шубин Заместитель председателя горсовета Сергей Гайдайчук и генеральный директор МУПККП Вячеслав Сидунков Генеральный директор Денис Соколенко зачитал послания для коллектива компании и десногорцев Компания «Доктор мебель» приложит все усилия для того, чтобы прочно закрепиться На российском рынке Мы планируем увеличить количество пользователей нашей продукции Выйти на международный рынок, расширить ассортимент продукции Мы верим, что начатое нами дело приносит пользу Активно используются разработанные нами технологии Приумножается наш опыт и компания идет вперед Капсулу заложили в стелу и запечатали цементом Каждый участник церемонии вложил в закладку свою лепту Глава города Андрей Шубин отметил значимость для Десногорска строительства филиала Такого большого и известного в стране предприятия Продукцию которого используют как государственные, так и частные медицинские учреждения Мы с вами находимся не просто на производственной площадке А это будущий индустриальный парк, который будет развиваться на этой территории Мы сейчас пересмотрели концепционную политику Все, что касается инвестиций И очень рады, что находим понимание, в том числе и ваших руководителей Что надо развиваться И не только производство, но и плюс социальная поддержка тех работников, которые здесь будут работать Учредители компании «Доктор мебель» пригласили всех участников церемонии на это место через 10 лет Чтобы совместно с коллективом предприятия открыть и прочитать послание времени Смоленск принял межрегиональные соревнования водителей большегрузов В отборочном этапе Всероссийского конкурса «Мастерство водителей магистральных автопоездов» Приняли участие 12 команд из разных регионов России В Смоленске подобные соревнования проходят в четвертый раз Победители конкурса получили памятные кубки и ценные призы А главное – право на участие в финальных соревнованиях, которые пройдут 12 августа в Екатеринбурге Росатом меняет облик энергоблоков поколения 3+. Изменения продиктованы модой на безопасность Теперь купола новых блоков с реакторной установкой ВВР-1200 Будут украшать 8 огромных труб диаметром 3,5 метра каждая Это еще одна система безопасности, призванная еще больше повысить надежность российских атомных станций Эта конструкция напоминает огромного спрута, от каждого щупальца которого исходит опасность Но на самом деле все наоборот Повышению уровня безопасности служит сеть трубопроводов, раскинувшаяся на куполе 6-го энергоблока Нововоронежской АЭС Такого проекта я хочу подчеркнуть, что это ноу-хау, нигде за рубежом нет Спот – система пассивного отвода тепла Одна из немногих систем безопасности российских энергоблоков поколения 3+, которую видно невооруженным взглядом Принцип ее работы тоже не секрет Во время аварийной ситуации, когда реактор напоминает кастрюлю с бурно кипящей водой Образующийся пар грозит сорвать плотно закрытую крышку Спот устраняет эту опасность За счет естественной циркуляции воздуха в трубопроводах система начинает охлаждать пар, заставляя его превратиться в воду Та, в свою очередь, стекает обратно в реактор, чтобы снова закипеть Этот процесс идет беспрерывно и решает одну из главных задач при внештатной ситуации Отводит тепло от активной зоны реактора, предотвращая ее разрушение По мнению специалистов, будь на фукусимских энергоблоках подобные системы, аварии можно было бы избежать Открываются клапана за счет перепадов давления Ну это по физике происходит И не надо воздействия ни оператора, ни воздействия механизмов, там электромагнитных или электродвигателей Или сжатого воздуха Поэтому называется пассивные системы Сегодня весь мир движется к тому, чтобы системы безопасности были пассивные Пока мир стремится, Росатом уже сделал и продолжает внедрять свое ноу-хау на всех строящихся энергоблоках проекта ВВР-1200 Как в России, так и за рубежом В июле на седьмом энергоблоке Нововоронежской АЭС начался процесс установки теплообменников Одной из составных частей спот Далее к ним будут прикреплены кожухи и воздуховоды, которые, в свою очередь, соединят с дефлектором на купольной части В итоге на крышке энергоблока разместится конструкция, подобная спруту, но не вызывающая страх Внушающая уверенность в надежности и безопасности российских АЭС И в заключении наш анонс 29 июля в Смоленске пройдет первый ночной велопарад В нем могут принять участие люди старше 16 лет Предварительно заполнив анкету на специально созданном для этого сайте smolvelo.ru Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Благодарю за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин